Приветствую вас, ну, конечно, маловато вы предоставили информацию о проблемах, вот, то есть просто написали, что вашему сыну 17 лет, что он перестал учиться, и говорит, что не знает, кем хочет быть, и зачем напрягаться. И, собственно, все ваши примеры из жизни, все доводы ручатся, как вы говорите, сталкиваясь с его пофигизмом. И надо сказать, что очень мало информации для анализа, и тем более для того, чтобы подсказывать, как вам быть. Ну, а что, пожалуйста, того, почему ваш сын в почти 17 лет перестал учиться? Вот раньше учился, а теперь перестал. Значит, что-то его заставило, что-то его спривасцировало на то, чтобы он перестал учиться, вот. Какое у вас отношение к нему и с ним? Есть ли у него ответственность? Есть ли у него мышская модель поведения перед глазами? Какие у него ценности, взгляды, желания, идеи, стремления? Вот вы говорите, что он не знает, кем он хочет быть, и поэтому не хочет учиться. Ну, а увлечения у него какие? Процесс обучения у вас организован был как? И вы поймите, что вашему сыну почти 17 лет. Вообще, вы знаете, взрослый человек практически, и не хочет учиться, то хорошо, но нужно тогда дать ему понять, что вот не хочет учиться, да, не будешь иметь, например, там, денег на расходы, там, не будешь иметь возможности покупать себе что-то. И так далее, и так далее. И вот, знаете, это вот с одной стороны, то есть вывод его из зоны комфорта, а с другой стороны, это налаживание с ним биолога. Не в контексте того, что он должен учиться, потому что, ну, здесь, чем сильнее вы будете давить на него и говорить, чтобы он учился, тем меньше у него будет желания это делать. Это во-первых. Вам нужно с ним наладить диалог, контакт, понять, чего он хочет, понять, что ему важно, что ему нужно, что его беспокоит. Знаете, может быть, такая ситуация, что человек не знает действительно, кем он будет и кем он хочет быть, и он думает, а зачем я буду что-то делать, если у меня, например, не получится. Понимаете, в процессе диалога с ним, такого вот, равноправного диалога с ним, понимающего диалога с ним, не примере жизни, не доводы, которые вы навязываете ему, а именно попытки его понять. Просто общение с ним поможет вам увидеть основные проблемы, которые человека беспокоит. Вот что его беспокоит, что его волнует. Знаете, профигизм или, иначе говоря, механизм принижения, это всегда защитная реакция. И защитная реакция, в первую очередь, от чего? Вот в чем вопрос. Чего ваш сын хотел такого, чего у него не получилось, и что вызвало у него защитную реакцию? Ну, вот это вот нужно разбираться. И разбирать это, естественно, предстоит вам, потому что к детскому психологу, скорее всего, ваше ребенок не пойдет. Вот. Значит, ну и, собственно, атмосфера в семье, ситуация в семье, родственники. Вы знаете, я рекомендовал бы вам попробовать мужчину привлечь к общению с ним, к взаимодействию с ним. Причем мужчину такого, который, ну, помимо того, что смог бы с ним поговорить, не стал бы навязывать ему что-то, не стал бы указывать, что ему делать, а просто поговорив с ним, дал бы ему понять, что вот мужчиной он не будет, если не будет ничем заниматься. Но нужно, нужно вот этот вот, нужен пример, нужно, нужно, нужно понимание развития, нужно понимание того, кем он может стать и кем он хочет стать. И не лишним будет проанализировать его группу ровесников, с которыми он общается, какие там ценности, какие там взгляды, расспросить у него про другие. Причем, опять же, без какого-либо навязывания, а просто вот с целью, ну, с целью просто любопытства. Интересуйте с него жизнь как можно больше и воспитывайте в человеке доверие. Если бы он вам все-таки доверял, именно доверял, то это отходите от вот этого вот поведения конфликта и переходите к поведению все-таки диалога. Но при этом не действует в себе ловлет, то есть если человек не хочет учиться, то его право, пусть не учится. Если не хочет работать, то, соответственно, да его право, опять же, пусть не работает. Но вы имеете право тоже не делать то, что от вас на них зависит. То есть вы, грубо говоря, имеете право там не поддерживать его материально, вы имеете право не потакать его прихотям и так далее. Об этом всем нужно сказать спокойно, без эмоций и не смешивать подобные отношения к материальному с взаимодействием с ним на эмоциональном уровне. И нужно сказать, что ребенок поначалу воспримет это довольно тяжело, он будет думать, что вы все мешаете в одну кучу. Но если вы ему и себе покажете, что вы разделительный грант все-таки проводить умеете и можете, и реально это делаете, то шансов на восстановление доверительных отношений и понимание того, что вашего ребенка беспокоит, а значит и получение возможности как-то воздействовать на это существенно повысится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Понимаю, что ответ получился довольно небольшим, довольно коротким. Вот. Ну и вопросы у вас тоже довольно короткие и мало информации о вас, о семье, о ребенке даже. И вот, если у вас остались вопросы, вопросы, конечно, у вас должно быть. Пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.